Друзья, знаете ли вы маньяка, который носит маску ребенка и убивает своих жертв? Жертвы каждый раз, умирая, просыпаются в одном и том же месте, в одно и то же время. И так повторяется снова и снова. Хотели ли бы вы умирать несколько раз в одном и том же месте и возвращаться обратно? Это очень жуткий фильм, который называется «Счастливого дня смерти». И, ребята, сегодня мы с вами закажем проклятую серию этого фильма на сайте Darknet и будем смотреть его ровно в 3 часа ночи. Создатели этого фильма утверждают, что это делать крайне опасно. Но я надеюсь, что это видео соберет 10 тысяч лайков, потому что прямо сейчас мы отправимся за покупкой этой страшной серии «Счастливого дня смерти». Для начала, ребята, я бы хотела поспросить у своего оператора Димы, готов ли он посмотреть вместе со мной эту страшную серию? Ну, я не знаю, пока еще ничего нет, но посмотрим, разберемся. А ты вообще видел этот фильм «Счастливого дня смерти»? Я не помню. Ну, я так думаю, что нам понравится смотреть этот фильм вместе, но для начала его стоит купить, друзья. И мы прямо сейчас находимся на сайте Darknet, где мы выбираем в списке «Счастливого дня смерти». Скорее всего, вам знаком этот персонаж. А сейчас мы прочитаем то, что про него говорят. «Счастливого дня смерти. Человек в маске младенца. Это ваш злейший враг. Он хочет вашей смерти снова и снова». Внимание! После просмотра фильма вас может преследовать человек в маске младенца. Чтобы остановить его, вам придется убить его, его же оружием, и снять маску. Друзья, стоит эта серия 500 долларов. Не так дорого, но и не так дешево. Друзья, нам придется вновь потратиться для того, чтобы проверить, действительно ли. И после просмотра этой серии в 3 часа ночи произойдет что-то невероятное, и этот маньяк придет. Кстати говоря, я не думаю, что у меня есть какой-то злейший враг, если только Дима, например, не желает убивать меня снова и снова. Ты не желаешь? По крайней мере, мне бы не хотелось умирать несколько раз подряд. Это, наверное, самое худшее, что может быть. Поэтому, друзья, прямо сейчас мы покупаем эту серию и отправляемся ждать. Принесут либо ссылку, либо диск, пока я не знаю. Со мной свяжется менеджер сайта Darknet, а вы узнаете совсем скоро, какой будет этот фильм. Друзья, только что мы получили этот заветный диск-флешку, которую мы прямо сейчас вместе с вами посмотрим. Счастливого дня смерти, ребята. Ребята, пойдемте уже скорее открывать, мне не терпится увидеть, что находится на этом диске. Итак, друзья, раз, два, три. Ого, хорошо упаковали, чтобы никто, наверное, не смог догадаться, что же находится здесь. Обычно так запаковывают очень ценные вещи. И это именно так. Посмотрите, какая надежная упаковка. Отлично. Здесь еще какой-то черный чехол. Воу. Черт. Ого. Ребята, вы видите, это просто жесть. Это реально диск именно с этой маской. Маской младенца, ребят. Прямо сейчас мы подключим эту флешку к нашему телевизору и посмотрим эту ужасную серию. Наконец-то. Мне, ребята, действительно страшно и жутко. Что же произойдет после просмотра этого фильма? Погнали. Я чуть было не забыла, кто смотрит страшные фильмы, если нет ничего, чтобы можно было перекусить свой страх. Есть такое выражение, ребята. Поэтому прямо сейчас мы отправимся за попкорном. Кто же смотрит кино и ходит в кинотеатр без попкорна? Я не знаю. Если вы ходите, то я, например, никогда так не делаю. Если я смотрю фильм, то обязательно попкорн будет у меня в руках. И прямо сейчас мы пойдем его и сделаем. Так, посмотрим, что же у нас есть в холодильнике. Так, 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 так. Ого. Так, я выберу, наверное, вот эти конфетки. И вот он, ребята, герой кино. Это, конечно же, наш попкорн, друзья. Отлично. Итак, теперь мне будет не так страшно, потому что я буду есть вкуснейший попкорн. Это очень классно. И пахнет он реально круто. Посмотрите, ребята, клевый попкорн. Офигеть. Сейчас мы его пересыплем сюда. Вуаля. Попкорн готов. Такой крупный и клевый. Ребята, это просто класс. Так, в общем-то, я готова к просмотру. Сейчас я только возьму пульт. Друзья, кино начинается сразу с какого-то страшного момента. Какой-то чувак идет по страшной лаборатории. И, по-моему, это обычные кадры из фильма «Счастливого дня смерти». Воу-воу, я что-то видела за его спиной. Слышали? Черт, это дверь. Что-то там упало. Да, ребят, не забывайте, что мы смотрим это вместе с вами в 3 часа ночи. Это просто жесть. Как думаете, что там за дверь? Ничего. В фильмах ужасов, заметьте, всегда так часто делают какие-то ложные заманушки. Черт, его напугал. Его напугал этот друг. Ладно. Посмотрим, что дальше. Отмотаем еще чуть-чуть. Я не вижу ничего странного. Это обычный фильм. На самом деле, ничего не происходит. Но сейчас за ним кто-то гонится. Смотрите, ребята, кто-то гонится за ним. Ребята, вы видели? Это он, этот человек в маске ребенка. Я его только сейчас видела. Обалдеть. Ребята, походу, он хочет его убить. Но суть в том, что даже если он его убьет, он снова проснется. Смотрите, он идет. Смотрите. Реально. Смотри, у него ноги. Он идет за ним с ножом. Жуткий, стрёмный маньяк. Посмотри на его лицо. Интересно, кстати говоря, ребята, вы не задавались тем, почему они... Смотри, очуметь! Это его логово. Посмотри, сколько там масок этих. Это просто жесть. Это реально его логово. Логово этого человека с маской младенца. Слушай, он когда убивает, он всегда желает счастливого дня смерти. И потом все равно человек оживает. Мне очень интересно, чем же все это закончится. Я надеюсь, что этот человек останется жив. И он его не найдет и не убьет. И этому должен прийти конец. Это просто какая-то жесть. Ребята, как вы думаете, найдет он его, убьет его? И напишите обязательно в комментариях, смотрите вы этот фильм. Кто-то из них окажется настоящим, возможно. А-а-а! Малышки! Он схватил его. Черт, он схватил его. Господи, ребята, это просто жесть. Мне реально страшно. Его спасла девушка. Офигеть. И его спасли. И я знала. Возможно, сейчас они узнают, кто под маской. Черт, ребят, мне кажется, что я что-то слышала. Походу, наверное, показалось. Будем смотреть дальше. Сейчас должны показать, кто находится под маской. Так, смотрите, сейчас самый ответственный момент. Они сейчас... Что происходит? Он нападает на них, на всех. Это просто нереально. Черт, ребята! Вы видели его? Это просто жесть. Он только что напал на офицера полиции. И он, по-моему, зарезал его ножом, ребята. Это нереальная жесть. Он гонится за этой девочкой. Господи, черт возьми. Это реально самая страшная серия. И он скоро догонит ее. Мне бы не хотелось, чтобы он ее убил, ребята. Это просто жесть. Но подруга ее спасла. И он теперь охотится за ними обоими. Кто? Кто под маской? Кто хочет их уничтожить? Ребят, мне реально... У меня прямо... Прямо спертое дыхание. Мне очень страшно. Черт возьми, ребята. Это просто жесть. Черт! Кто это? Черт! Черт! Вы видели его, ребят? Что это? Что это такое? Это кекс. Этим кексом поздравляет этот маньяк. Этим кексом он считает поздравление счастливого дня смерти. О, господи, ребята. Нужно нажать на паузу. О, черт! О, черт! Ребята, это просто жесть. Он оставил этот кекс. Господи, я не могу. У меня уже даже все заплетается. О, черт! Мне кажется, кто-то идет. Ребята, черт! Мне кажется, кто-то идет. Мне кажется, он здесь. Черт, ребята, у меня появилась сумасшедшая идея. Ребят, он реально здесь. И этот человек в маске ребенка здесь. Черт, что он тихо. Не будет уйти. Он большой. Главное, чтобы он меня не заметил и не убил. Я не хочу убирать. Я не хочу убирать. Господи. Он ушел. Он ушел. Ребята, он ушел. Но он забрал этот кекс. Этот кекс. Черт. Ребята, вы это видели? Он просто взял, зажег свой этот кекс и ушел. Это была полная жесть, ребята. Это была правда, что он появился. А с вами была я, Кролева Мистики. Всем пока.